И всем привет, ребят, с вами Мистер Вань, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен долгожданному интересному событию, а именно появлению новой красочки в моем гараже. Когда-то она у меня уже, конечно, была, и я вообще не придавал ей никакого абсолютно значения, но сегодня, на данный период времени, эта краска считается, ну, одной, наверное, из самых редких, но той краской, которая была в свое время у всех. Сегодня я, конечно же, говорю о краске Гладиатор. Получил я, наконец-таки, ее, получил ее за последний турнир ТОВ ТРИО, и вчера ночью уже начислили нам на аккаунт эту замечательную краску. Раньше в турнирах ТОВ ТРИО за первое место давали кислоту, ну, а теперь изменились краски, и выдают такую вот краску Гладиатор, хотя в свое время эту краску выдавали всем игрокам, кто был у нас в ТОП-8 в турнирах. То есть, соответственно, эта краска в свое время побывала у всех нубов, которые, ну, играли там, нубили, получали за ТОП-8 данную замечательную краску. Что касаемо того, как она выглядит, да, вы видите, здесь она видна, да, вы видите, что краска-то, ну, как бы вообще считается очень хорошей, очень хорошей там по красоте, по сочности, да, но репутация ее находится, конечно, ну, на таком себе уровне, и я вот не знаю, честно не знаю, да, буду ли я на ней вообще играть, не буду я играть, я открыл, посмотрел, сколько у меня часов на ней набито, у меня за все время на этой замечательной краске набито всего лишь 40 часов. А, чтобы вам не соврать, она у меня была, ну, наверное, на протяжении, там, может, двух, может, даже трех лет, да, то есть я за все это время набил на ней 40 часов, но на ней я не играл в связи с тем, что ее имели все, ну, всякие печальные мусорные игроки, да, и, ну, как-то низко, да, играть на той краске, на которой там играют какие-то отбросы, да, нашей игры. Ну, а сейчас она имеется только у где-то десятки, десятки киберспортменов, ТО, да, игроков, которые получили ее за первое место, и она является чем-то, чем-то уникальным. Ну, я, конечно, хотел бы лучше уж видеть кислоту, нежели вот эту вот замечательную краску, поэтому давайте, я много болтать не буду, давайте мы зайдем в матчмейкинг, сыграем хотя бы одну каточку на этой замечательной краске, на этом вооружении, на Викинга Молоти с Бландербасом. Тоже довольно метовое и интересное вооружение, ну, и просто хотя бы так обмоем, обкатаем, сыграем первый бой на Гладиаторе за первое место. Каково это играть на Гладиаторе, который получен за первое место, я еще не знаю. Но сейчас, наверное, вместе с вами мы все это дело увидим. Краска, ну, если честно, серьезно выглядит неплохо. Да, она выглядит неплохо, тона подобраны крутые, и этот цвет такой светло-кислотный мне нравится. Да, он крутой, он хороший, но все проблемы, наверное, в репутации этой краски, и отсюда вытекают все моменты использовать ее, не использовать ее, катать в ней, не катать в ней. Поэтому пока что, наверное, она у меня какой-то период времени точно полежит в гараже. До того момента, пока я определюсь, нужно мне на ней вообще катать. Ну, и я бы хотел все-таки Кобальтик, Кобальтик вывести себе в топ по краскам, в топ по краскам, чтобы у меня он там уже был такой сочный, аппетитный по рейтингу там, на первых позициях. Запикало, конечно, меня не на самую удачную карту для Викинга Молота, да. Здоровенная карта, которая называется Берлин. Здесь еще и до 200 киллов, это значит, что мы 100% сыграем куловый бой. Немножко я что-то... Приболел, не знаю, какой-то кашлят, извиняюсь. Ну, и я не знаю, давайте попробуем что-то тут подпушить, может, правую зону, чуть больше удержаться на вражеском респе. Если получится, то будет супер. Мамонта Молоты играют, какая-то новая метовая тема, и что, я просто не шарю за такую мету. 140 урона у меня вылетает, ладно, хавы и мины. 25-ка у меня имеется. Ой, хороший выстрел, шикарно. С крита уносим, 3 кило есть. Давайте попробуем еще кого-то забрать по-быстрому. Например, вот этого Биг Шотика. Ой-ой-ой, хорошо залетело, но не ваншотнуло, к сожалению. Ну и овердрайв сейчас будет, я думаю, что с овердрайва тоже можно будет попробовать нанести хорошее количество урона. Единственная, наверное, проблема это в том, что мы все-таки каточку проигрываем. У меня 70% овердрайва. Так что давайте стараться, давайте пробовать. Давайте пробовать выигрывать. Я надеюсь, что все это дело можно еще накамбечить, как минимум. Еще может какой-нибудь диктатор мне раздаст овердрайв. Было бы вообще неплохо. Было бы просто супер. Оп, хорошо. Скарный выстрел. 93% овердрайва. Вот, давай, еще добавки туда ему, туда, туда. Так, давайте, давайте попробуем. Попробуем вот этого молодого забрать, если получится. Если получится его, конечно, забрать. Давайте, давайте, давайте накидочку. Накидочку, ну хоть какую-то накидочку. По-молодому, хорошо, хоть двух типов я забрал. С овердрайва изида меня хочет вылечить. Здесь своя аптечка, в принципе. Мне особо его... ПП, наверное, не надо. Пробуем забрать. Пробуем забрать. Вот этого молодого типа. Миночку сзади ее поставил. Нет, сандобить я все-таки не успеваю. Все равно меня хавают. 23-27. Проигрываем мы. Ну, ладно. Ладно, ладно. Вообще, было бы неплохо сыграть на гладике, наверное, на Жиге. Да, но так как я на Жиге в последнее время уже там видос записал с Вика Жигой, на этом я уже сыграю, ладно, на Вика Молоте. Но вообще, Жига, тебя в роли пушки, та, которая использовалась мною чаще всего в этом ТОВ-трио, я бы сказал, что, ну... Должна была быть. Должна была быть в подобном видеоролике. Да. 36-27. Короче, мы начинаем потиху камбэкать только тогда, когда у меня есть овердрайв, да, то есть чуть-чуть больше там киллов у меня получается дать. И тиммейты примерно в эти же тайминги тоже пытаются что-то суетнуть. Что-то у нас в сумме получается неплохое. А так, пока я без овердрайва, ну, киллы идут крайне-крайне сложно, крайне тяжело. Было бы еще неплохо, если бы я вообще попадал бы что-то здесь, в таких зонах. Если бы хоть какой-то урон бы накидывался, и этот урон мог бы быть с критом, было бы жестко. 10 минут, 11 киллов я дал, но за 5 минут в таком бою, боже, это так мало. Я бы лучше бы уже взял бы дрон, который здесь за расходку очки дает. Помните, я на этой карте играл? Я уверен, что я бы на нем бы намного больше заработал бы, чем вот эти вот 12 киллов. Ну, хотя, в принципе, что у меня, что у противника, киллов не сильно много. Поэтому, может быть, это еще и не так плохо. Хотя, как я уже сказал, мне кажется, если бы я бы играл бы с тем дроном, то я бы заработал уже бы куда больше. Так, будет сейчас у меня овердрайв, попробовать его где-то использовать грамотно, побольше типов забрать. Ну, и 100% нам надо выиграть бой. Нам надо 100% его забирать. Мы не можем такие бои проигрывать. Вообще, ни в коем случае. Поэтому давайте стараться. Давайте стараться врываться. Давайте уносим этого молодого. 14 киллов уже есть. Хотя бы здесь до 35, до 40 дотянуть. Вообще, комбина очень жесткая. Ну, карта просто не совсем удачная, наверное. Для Викинга Молота с Бландербасом. Так, наш тиммейт будет оверюзать? Да, он провязал. С чем он играет? А, он тоже с Бландербасом играет. Но Вика Молота. Неплохо. Но мы в минус 8 летим. Так-то. Минус 8 это хороший отрыв. Там я вижу, что есть кучка противников в одной зоне. Если бы мне сейчас бы эту всю кучку унести. Офигистка Танечка летит на Титана Твинти. Нифига себе, она жесткая пози... Пофигистка. Так, давайте прожимаем. Не знаю, что из этого получится. Наверное, шляпа усатая. В таком тайминге было прожимать. Да, 2 кило только дал, к сожалению. Вика Жега без урона. Думаю, что урон есть, но на самом деле урона нет. Это хорошо. Это плюс фрифраг. Там еще снизу Тип есть. И сверху есть Мамонт. Мамонт, наверное, сейчас будет меня пушить. Да, он сейчас обожмет овердрайв и все, мне габало. Мне габало, если он нажмет овер. Он не жмет почему-то. А, у меня и так хочется хавать. Ой, у меня хавает. Мина сзади еще сработала. 4 кило отрыва. 4 кило отрыва. Ну, какой-то шанс есть у нас минимальный. Минимальный шанс-то есть. Хотя проблема, наверное, только в том, что мы едем к ним на лес. Они как бы стоят на своей базе, а мы к ним приезжаем. Да, то есть они имеют некое преимущество. То, что у Типова будет расходка. Побыстрее. Хотя, с одной стороны, это преимущество. С другой стороны, мы как бы пушим и должны забирать их с респа. Поэтому не знаю, почему так все складывается. Наверное, у нас просто команда чуточку-чуточку послабее. Хотя, 3 кило отрыва. Как по мне, все еще здесь реально камбэкнуть. Все еще реально камбэкнуть. Так, голбечик падает. Так, дэшечка у меня будет. Дэшка дроповая падает. Пулемет будет зажимать. Там аптека есть. Дроповая аптечку мне точно надо забрать. Блин, если бы я еще попал бы в скрита, сейчас урон хороший. Был бы вообще супер. Блин, без дэшки урон. Такой себе. Залетает. Слово, короче, я относительно только недавно узнал, что на Блондербасе есть рикошет. Почему-то раньше я все время думал, что рикошета на Блондербасе нет. Либо я его не замечал, либо его не было, либо я не знаю, что было с этим замечательным устройством. Но раньше я, короче, рикошетом не пользовался и думал, что рикошета на этой пушке с этим устройством нет вообще. Вот такой вот панифект, я вам могу сказать. Так, дэшечка. Давай-ка дэшечку сюда. Ладно, кидывает, конечно, не кисло урончика. Залетает очень больно. Открылся, наверное, не в самом подходящем месте. Так, и 4 килла отрыва. Но отрыв держится. Отрыв держится, и очень плохо, что он держится. Было бы вообще хорошо, если бы мы уже начали выигрывать. Потому что я дал 23 килла, и у меня намного больше киллов, чем у моих тиммейтов. И чем у первых противников. Значит, я с этой каточки могу нормально так перестал его забрать. 95% овердрайва. И зона, в котором будет больше всего респов сейчас, и киллов можно добыть. Наверное, правая, да? Я думаю, что там справа можно дать побольше. Попробуем запушить эту правую зону. Опа. Наш тиммейт уже прожимает овер. Так, ну и вот, потому бы крит выдать. Молодому, ладно, давайте пробуем. Не знаю, что с этого получится. Суетное. Или не суетное. Ну, какое, если опять 2 килла только дал. Это очень тяжело, киллы даются. Чуть больше расстояния, чуть какие-то пригорки, и все. Киллы просто не залетают. Но даже, наверное, с быстрым прожатием овердрайва, даже 2 килла, там, 3 килла, это неплохой результат. Потому что я быстро прожимаю, и много времени на этом не теряю. То есть овердрайв сразу же продолжает копиться, хоть даже сейчас-то эти овердрайвы подольше копятся. Так, сейчас есть шанс титана забрать. Отлично, забираем. Самарочку можно тоже суетнуть. Давай, 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 давай. Хорошо, еще одного забрал. Так, и сейчас вот этого бы Андрея еще забрать, который овердрайв прожал. Давай, Андрей. Хорошо, Андрюшечка, красавчик, лучший просто. Так, и мамонта теперь суетнуть, мамонта, 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 еще, 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 еще. Добавить. Хорошо, супер просто. А, а как мы так по киллам-то летим? У нас же было 3 в 3 килла. Было 3 в 3 килла, уже 10. При том, что я жил на вражеском респе, и при том, что мы его запушили хорошо так. Офигеть. Что-то как-то я не понимаю, как происходят эти моменты в этих боях. Ну такое, ну такое. Я думал, там камбэчная. Я думал, камбэчная, и есть шанс на победу. А у нас все как всегда так. Крусейдер лагает. А, это карта залагала, да? Попробуем Крусейдера забрать. У него есть овердрайв, но он его не жмет. Это очень хорошо. Мы его забираем. Хоппер дамажил меня. Так, 12 киллов отрыва. 12 киллов отрыва. Шанс есть какой-то минимальный. Эта Жига до сих пор играет без урона. Серьезно. И мы еще не выиграли. Он играет без урона, и мы до сих пор не выиграли. Титан, не хочешь купол? Хорошо, супер. Неплохая, кстати, зона для купола. Только меня пробили. Обидно. Так, 4 минуты остается, но мы летим уже вообще жестко. Мы летим в минус 14. Минус 14 шансов на камбэчную. Ну, есть, конечно, есть. Есть шансы на камбэк. Но... Их очень, очень мало. Прям очень мало. Попробуем сейчас что-то сделать. Но я не обещаю, что что-то получится. Снадцать уже киллов отрыва. Мамонт летит, пушит. Хорошо, что он не дотягивается до конца. Если бы дотянулся, я бы сейчас улетел бы в фулл тилте. Так, ну и у нас еще, как минимум, наверное, 2 овердрайва будет в 3 минуты. Да, сейчас вот этот я завязаю. И еще один должен быть. Мне бы пожить. Пожить. Рид хороший. Малин. Нет, мы уже минус 20 летим, ужас. Хотя у противника, у первого всего лишь 22 кила. Ну, хотя, ну, если посмотреть на тапы, на мою команду. Если на втором месте чел идет 7-15, то, наверное, что-то здесь не так. 7-15, 2-12, 19, 7-10, 8-10. Ну, короче, как было, я понял. Типичный матчмейкинг, как говорил мой друг Анатолий. Это ужас, а не команда. Просто ужас. Просто ужас, а не команда. Как с ними вообще играть? Как с ними можно выигрывать? С такими тиммейтами. Так, я сейчас будет хороший тайминг, я чувствую. Чувствую, сейчас должен пропасть купол. Я должен забирать, типа, всех просто по максимуму. Давай, 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 еще, 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 еще. Вот этого Титанчика бы суетнуть. Хорошо, супер будет. Так, 25-ку. Давай еще. Блин, главное, что-то у меня сейчас не стало. Что-то у меня сейчас хавает, будет не очень приятно. А у меня без этого сольют. 36. 36 киллов. 2 минуты до конца. Но мы улетаем, конечно, на минус 24. Ну, не судьба. 24 килла. Это, конечно, очень, очень много. Очень много. Для такой катки, если был бы у нас хотя бы сейчас отрыв там, ну, пятерочка, пятерочку. Пятерочку, может быть, я бы еще поверил в то, что мы можем камбэкнуть. Но явно не 20. 20 на такой катке, чтобы камбэкнуть. Это надо, чтобы в моей команде был, ну, как минимум, один. А лучше, может, даже два дико-страйкера каких-нибудь. Которые бы могли бы набить большое количество киллов. Так, минута 20 остается. Давайте еще. Хорошо. Это неплохо залетело. Давайте сейчас еще по викингу. По викингу. Если что-то суетнет, то будет супер. Крит? Нет, крита нет. И ДДшки у меня тоже нету. Дождаться бы хотя бы ДД повышенный. Ой-ой-ой, хороший выстрел. Промазал. Ой, хорошо. Сюда, домой. Просто вот это сейчас толстенького мы положили на лопатки. По красоте. Вот это было очень жестко. Это было очень красиво. Это было прям контентово, я бы сказал. Прям контент. Ой, и еще один улетел. Просто. До дома. Так, 33 кила отрыва. Катка полностью слитая. Но при этом я сороковочку свою на такой здоровенной карте на викинга молоте все-таки выбил. Все-таки выбил я. Это уже... Это уже неплохо. Это уже неплохо. Не отлично, конечно, но неплохо. Неплохо. Так. Давайте попробуем еще хоть кого-то забрать. О, тут меня убегал. Ну, по радару он есть там. Он крутится вокруг этой стенки. Типочек. Ладно, другому мы всадим. Опа. А вот этот друг мой хороший. Здоровчик. Что стоим? Смотрим. Ой, еще один труп. Хорошо. Еще ваншотик. 42 кила. Ну и поражение. Как-то так, друзья. Как-то так. Вот так вот мы сыграли вместе с вами первый боечек. На... Новый. Можно так сказать. Ну, новый. Ладно. Пусть будет новый краский гладиатор. Который... Которая, конечно, у меня была. На которой я не играл. Ну, теперь это супер краска, которая выдается за первое место в ТОВ форматах и в, ну, короче, тандемах, трио и соло турнирах. Типа супер, мега, крутая красочка. Пишите, что вы думаете по поводу краски. Мне вот интересно было бы вообще узнать, да, как вы относитесь к гладиатору. Нравится вам она, не нравится, да? Как вы считаете, стоит мне на ней играть, не стоит мне на ней играть, да? Мне интересно было бы узнать все эти моментики, да? Можно было бы, конечно, там в топ суетнуть. Но, не знаю, конечно, с такой репутацией, которая есть у этой краски, суетить ее в топ. Ну, такое. Сомнительное предложение. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал. Смотрите тот видос, который был у нас вчера, получается, да? С победным раундом. Если вдруг не видели победный раунд на эту красочку, тоже можете посмотреть. Там, конечно, такие эмоции. Не совсем стандартные, адекватные, наверное, на победу. Но, что есть, то есть. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, как я уже и сказал. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok